Начнем с дренажных насосов. Дренажные насосы у нас предназначены для отвода чистых либо слегка загрязненных вод. Как правило, это то, что попадает в подвал, просачивающийся стенки. Это могут быть сливные емкости, куда дождевая вода поступает. Там может быть незначительное включение, она может быть мутная, но это слегка загрязненные воды. Частицы, которые насос может перекачивать до 5 мм. Часто эти насосы используют для полива. Очень удобно, так как насос пластмассовый и обладает не очень большим весом, его пустить в емкость какой-то с теплой водой и организовать на даче полив. Бывают задачи, когда нужно большие емкости наполнить, допустим, для капельного полива. Тоже можно использовать эти насосы. Они обладают напором от 6 до 12 метров. Согласитесь, 12 метров, достаточно хороший напор. Это высота четырехэтажного дома получается у нас. Вот на такую высоту или с такой глубины насос может поднять воду. Фекальные насосы. Это насосы из той же серии, только у них открытое рабочее колесо и они могут перекачивать загрязненные воды с включениями до 35 мм. Как вы видите на картинке, я вам сейчас в разрезе это все продемонстрирую. Насос состоит в разрезе электродвигатель. Смотрим ниже. Рабочее колесо. Поплывок. Вот он тоже в разрезе показывал. Я вам потом поближе. И выходной патрубок. Поплывок. Видно? Вопрос поступил. Концентрация загрязняющих частиц. Как я уже выше сказал, для дренажных насосов это до 5 мм, для фекальных насосов до 35 мм. Хотя у нас есть одна модель, называется она дренажник 550 на 14, раньше она называла скачок. Она может пропускать частицы до 40 мм. Основное, наверное, отличие между дренажным фекальным насосом, во-первых, это в сеточке окна. Здесь вот 5 мм, она маленькие имеет ячейки, в дренажном окне больше. И в самом рабочем колесе, сейчас я постараюсь показать, вот обратите внимание, рабочее колесо закрытого типа. Для фекальных насосов рабочее колесо будет открытое, наверное, как раньше на стиральных машинах советских времен. Вот такой вид она имеет. Поэтому здесь, получается, при внешних габаритах, они похожи на друг друга, но у них отличается мощность двигателя. Все фекальные насосы у нас, как правило, более мощные, имеют более мощный двигатель. Концентрация загрязняющих частиц, конечно, вещь такая условная. Скажем, чистая вода, мутная может быть, может какая-то звесь. Здесь это точно не жидкая глина, все-таки вода, грязная вода. Чтобы вам было, может быть, понятно, вот слегка загрязненными водами можно подразумевать слив с посудомоечной машины, слив с стиральной машины, там, душ, раковина обычная. То есть это не фекальные воды. В процентах таких данных, конечно, нет. Здесь показано два вида, вы сейчас видите на своих экранах, дренажный насос 110 на 6, который я вам показывал в разрезе, и наш мощный качок. Чуть позже я вам его покажу и посмотреть. Давайте теперь по линейке. Здесь, к сожалению, немножко цифра размыта, но я вам сейчас расскажу. Четыре вида дренажных насосов у нас в линейке. Первый это 110 на 6, самый маленький, у него мощность двигателя небольшая, 170 на 9, 220 на 14, и, как я уже ранее говорил, 550 на 14. Как Владимир спрашивает, длина кабеля действительно у всех моделей 10 метров. При необходимости, конечно, можно его удлинить, но опять, как и любой погружной насос, кабель удлиняем через термоусадочные муфты. По поводу фекальных масок чуть позже остановимся, я обязательно это расскажу, когда мы подойдем непосредственно к ним. По дренажным вопросам, по дренажным насосам есть какие вопросы у вас? Как на ваш взгляд, за что можно подвешивать насос? Так, давайте тогда применим, правильно, за ручку, молодцы. Давайте про минимальный уровень воды. Обратите внимание, минимальный уровень воды, вот оно, рабочее колесо. Как только это рабочее колесо выйдет из воды, соответственно, насос не сможет перекачивать воду. Поэтому, получается, минимальный уровень для дренажных насосов в ручном режиме это 1 см, 110 на 6. Для фекальных насосов это 5 см. Я сейчас поподробнее остановлюсь на поплывке, который оборудован этим насосом. Поплывок является простейшим устройством для защиты с полуходом. Он же автоматизирует работу насоса. Если насос у нас будет включен в сеть, и при этом будет заполняться приямок, да, сейчас разговариваем, что он установлен приямок в подвале. И как только приямок наполнится, поплывок всплывет, он замкнет контакт, который установлен внутри, и насос будет работать до тех пор, пока не откачает всю воду. Ну, до своей настройки. Поэтому для любого дренажного или фекального насоса приямок должен быть не менее 45 см. Поплывок настраивается. Здесь вот есть специально под него, в ручке сделано, проушено. Вот вытягивая либо укорачивая кабель, я могу настроить длину поплывка. Обратите внимание, очень просто. Микровыключатель, шарик. И когда поплывок плавает толще воды, шарик перекатывается, включает либо выключает насос. Отсюда может быть еще одно ограничение. Насос должен размещаться таким образом, чтобы поплывок у нас за стенки не касался. Воду питьевую, конечно, качать можно, если она чистая. Насос никакой грязи туда не добавит. Охлаждение двигателя. Здесь вопрос решается достаточно просто. Так как насосы центробежные у нас, получается, та жидкость, которую он перекачивает, попадает у нас в центр. Дальше рабочее колесо его разбрасывает в периферии. И тем самым получается у нас вот в этой вот камере вокруг двигателя тоже вода. И она охлаждает его. Даже при этом, вернее, при этом насос у нас может быть в жопу не полностью. Все равно в корпусе будет вода. Выходим через вот этот патрубок наружу. Оптимально, когда электродвигатель охлаждается полностью средой, в которой он опущен. Я имею в виду про воду. Это самый лучший вариант. Но всегда есть задача, когда нужно откачать воду по минимуму. То есть в ручном режиме. Блокируя поплывок в верхнем положении, мы за ним смотрим, чтобы как можно меньше воды осталось. Для двигателя при такой эксплуатации охлаждение тоже в норме, он не перегреется. Но, конечно, злоупотреблять и работать на сухую нельзя. Он сгорит. Температура воды. Как вы сами думаете, какая температура воды? Ну, действительно, от плюс одного до сорока. Потому что если будет температура воды горячая, насос, сработает его тепловая защита, не будет работать. Это будет один из нюансов, который в конце мы разберем. То есть как у нас, из-за чего насос может не работать? Перегрев. Перегрев очень вязкая жидкость. Перегрев недостаточно воды. Он откачал и поплывок не заблокировался. Либо высокая температура воды. Поэтому, получается, все эти факторы влияют на работу насоса. Чем холоднее вода, тем ему проще. Так как насоса серии дренажник предназначен больше для откачки воды, либо все-таки там полив, как одна из областей, то я не советую им качать питьевую воду. Тем более с такой глубины, если даже мы считаем шуковой, все равно вода требует потом дополнительно какой-то фильтрации. Поэтому здесь вопрос от Сергея. После насоса останется водой питьевой? Останется. Насос состоит из современных материалов. Такие же, какие мы используем, там погружных. Все клапаны, полипропилен конкретно, это рабочее колесо выполнено. Поэтому никакой грязи, ничего в воду не добавит. Так, воздушный клапан. Давайте остановимся подробнее на этом вопросе. В наших насосах серии дренажник, еще раз я вам его покажу, воздушный клапан, если вы замечали, здесь вот он в разрез попал, будет находиться между крышкой и корпусом насоса. Небольшое отверстие. Часто бывает, когда использовали грязную воду и потом не промыли, что там шарик может залипнуть и тем самым не будет давать воздуху выйти. Его можно отогнуть скрепку и просто почистить. В насосах серии фекальник, в двух моделях, в которых выполнен корпус из нержавеющей стали, в них воздушный клапан находится сверху. Его видно, черная заглушка там закрыта. Она сразу в глаза бросается. То же самое, ее можно открутить, там обычный металлический шарик и почистить. Все это позволяет, когда вы отпускаете насос в воду, выйти от той воздушной пробки. Иначе у нас получится эффект полукового. Ровно опустили воду, воздух встал, выйти ему некуда. Раньше мы рекомендовали насосы немножко так, чтобы удыхать, перевернуть. Сейчас, чтобы этого не было, клапан он выпустит в воздух. Насос сразу начнет качать. Температура срабатывания защиты порядка 75 градусов, когда разогреется движок. Она встроена непосредственно в обмотке двигателя. Но еще раз, это защита, это аварийное отключение насоса. Она не является той защитой, которую можно все время использовать. Здесь защита от сухого хода. Вот это вот еще раз повторюсь, поплывок. Откачка воды с содержанием хлора. Ну, я надеюсь, если там купаются люди, то там хлора не так много. И она не разъедает ни пластик, ни кожу. Поэтому можно использовать. Насоса тоже ничего в этом случае не будет. Здесь Владимир вопрос задает. При большом объеме и низком уровне, я так понимаю, воды, выбрать ее насуху. Действительно, если такая задача стоит, надо ее за несколько этапов решать. Просто использовать насос, чтобы он по минимуму откачивал, возможно будет перегреваться. Но так как это режим ручной, когда плывок блокируется и человек за ним следит, то можно, конечно, приложить руку к корпусу и посмотреть, насколько он нагревается. Если он горячий, дать насосу остыть минут 15-20. Я всегда рекомендую, если такая задача стоит убрать насуху, то ориентировать своих покупателей, возможно при монтаже бассейнов, делать приемки. Вот это та вещь, которая позволяет осушить полностью весь пол у нас сухой. Если это где-то в подвале, тем более, в самой нижней точке сделать приемку, куда будет опускаться этот насос. В связи с основным полом должен немного иметь уклон в сторону приемка. Где будет стоять насос? Пол будет сухой. Ну, про случай, что вылетел при попадании комка глины или воздушный клапан, конечно, не знаю такого случая. В моей практике такого не было. Там канал очень маленький, шарик имеет диаметр миллиметра два. Поэтому, чтобы комком глины выбил, это надо постараться. Комок глины, если он в воде растворен, он выйдет в этот отверстий, потому что он намного больше выходной отверстий и никак уж не забьет хапан. А вот та глина, которая остается в воде, если мы вытащим фекальный насос и потом его не промоем, действительно, может высохнуть, забить весь этот канал. И насос просто при следующем опускании не сможет качать воду. Да, его придется вручную наклонять, как я уже ранее показал, либо клапан почистить. Наталья спрашивает, что имелось случай, это большой минус. Наталья, любое оборудование может отказывать ломаться. Даже хорошие машины, которые делают в Германии, тоже, как правило, требуют постоянно технического осмотра. Боистых тех сервис следят. Если за насосом следить, его после использования, и он не находится в воде, доставать, промывать, и потом просушить, ничего с ним не будет. Это я не считаю минусом. Продолжение следует...